Здравствуйте! В эфире за студией имени Степашкина Виктора Алексеевича и я преподаватель живописи Ежтакова Евгения Владимировна. И сегодня у нас с вами будет очень полезный мастер-класс о том, как самостоятельно оформить работу и чтобы оформление было профессиональное, неотличимое от багетной мастерской. При помощи подручных средств, обоев простых, которые у вас остались, возможно, от ремонта, от других каких-то мероприятий. И мы сегодня с вами оформим вот эту работку, вот эту простую рамочку, но вы увидите результат, должен быть просто потрясающим. Итак, у меня вот остался такой рулон обоев, как видите, они виниловые, вот немножечко прорезиненные, с таким перламутровым мерцанием. Но это совершенно не обязательно. Можно взять любые обои под покраску, какие у вас остались, без всяких вот этих перламутровых оттенков, потому что это все равно мы будем закрывать нужной краской. И вот этот перламутровый практически не будет просвечивать. Значит, обои, кусочек поролона или просто губки, которые вы моете посуду. Клей ПВА и гуашь. Гуашь или вот такая в баночках или в тюбиках, вот чтобы придать нужный оттенок нашим обоям. У нас с вами имеется наша рамочка и нам нужно отрезать обои прям вот по этому размеру. Очень просто это делается. Вот так вот вынимается и можно прям вот по стеклушку. Не забудьте подложить что-нибудь на стол, чтобы его не попортить. И прям вот так вот ровняем. И ровно, четко отрезаем размер по вот этому формату. Это, наверное, у нас А4 формат. Раз, два, с этой стороны. Вот у нас получился вот такой вот квадратик, прямоугольничек, из которого мы сделаем паспарту. Итак, теперь нам нужно вырезать окошко для вот этой картинки. Для этого мы делаем отметки карандашиком на обратной стороне нашего прямоугольничка, чтобы на лицевой стороне не осталось никаких черновых отметок, чтобы они не портили наш внешний вид. Мы немножко отступаем в данный момент. Не во всех этих работах это нужно. Но вот мне хочется как-то вот тут отступить равное расстояние, а вот тут сделать немножко побольше, как бы композиционно приподнять вот эту работку. И наша с вами задача отмерить одинаковое расстояние с этой стороны, с этой и с этой. Итак, вот еще по сантиметру внутрь я взяла. Да, видно, что это вот вторая рамка гораздо меньше первой рамочки. И теперь вырезаю вот по этой второй рамке. Вырезаю вот по этой второй рамочке. Я использую при этом металлическую линейку обязательно, потому что если вы будете использовать деревянную линейку, у вас будет отрезаться край и линия будет кривой. И ножик канцелярский должен быть острым. То есть вот перед тем, как вырезать паспарту, обломите одну секцию лезвия, чтобы прям максимально острый у вас был кончик канцелярского ножа. Потому что если нож будет тупой, он будет рвать край бумаги, и у вас получится такой рваный срез. Итак, вот я вырезала прямоугольничек внутренний. Вот у нас можно уже чуть-чуть примерить. Это поле у нас не окончательное. Мы еще будем с ним работать. А теперь наша с вами задача правильно подобрать цвет паспарту под наше с вами произведение и под цвет рамочки. Вот я думаю, что цвет здесь подойдет. Хотя мне и так уже нравится. Но мы потемнее сделаем паспарту, чтобы изображение более выделялось. И вот этот вот цвет довольно светлый, активный, не отвлекал от самой работы. Поэтому вот это произведение Татьяны Викторовны Вишняковой. И она мне посоветовала выбрать цвет примерно вот такой, но только более насыщенный, более темный. И для этого у нас тут наборы куаши. И в данном случае мы используем две краски. Это такая вот глубокая синяя, граничащая даже с фиолетовым. Вот такой вот кобальт. И английская красная или охра красная. Вот такая вот красочка. Сейчас мы их смешаем. Добавим белил немножко. И будем подбирать вот этот вот цвет и затамповывать наше паспарту. Губочкой отрежем от нее часть и затампуем. Итак, выкладываем на тарелочку вот эти два цвета. В достаточном количестве, чтобы нам затамповать. Так. Вот эти два цвета плюс белила. Так, белила мы будем добавлять очень осторожно. Получается такой сизый. Такой красивый цвет. Как мы и хотели. Близкий вот к этому. Только более темный. Более глубокий по тону. Немножко вот на этом пробуем. Вот этот квадратик как раз мы можем использовать в качестве проба. Ну, по-моему, хорошо. И сочетается и с рамкой, и вот с этим фоном. Этой копии в Рубелевской. Прекрасной копии. Прекрасной работы. И сюда добавляем клей ПВА. Для чего мы это делаем? Чтобы вот этот цвет не размывался. Если что-то, какая-то влага попадет. Или еще что-то. Чтобы этот цвет, эта краска приклеилась к паспарту просто намертво. Мы добавляем клей ПВА. Немного. Немного. Добавляем клей ПВА. Загустел немножко клей у меня. Ну, и вот его как бы тоже туда же втираем в эту краску. Краска у нас водорастворимая, клей ПВА водорастворимая. Поэтому они прекрасно сочетаются. Чуть-чуть я добавлю водички сюда. Вот у нас все готово для того, чтобы ровненьким тоном затамповать наше с вами паспарту. И вот так вот. Можно в расти ручку. Спешить не обязательно. Где-то высыхает это не мгновенно. Вот таким вот образом. Ничего страшного, чем хороши виниловые обои. Они так не дают замин. Итак, паспарту наше просохло. Теперь мы переворачиваем его на обратную сторону. И вот в этих местах, где у нас первые линии пересеклись, мы делаем такие меточки. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы на обратной стороне... Вот они должны быть видны. Охо видны. Побольше сделаем. На обратной стороне нам были видны эти точки. И сейчас самое ответственное и самое интересное. Мы с вами соединяем вот эти точки линеечкой нашей с вами металлической. И канцелярским ножом надрезаем. Не прорезаем, а надрезаем вот это вот виниловое покрытие. Мы его в этом месте уберем. Не до конца должен быть прорез. Бумажку, саму основу мы не прорезаем. С легким нажатием. Это должно происходить по всем четырем сторонам. Я прорезала, но не до конца. Видно? Вот это вот. И вот наша с вами задача. Вот эту вот часть виниловую сейчас просто содрать. Чтоб осталось только белая основа. Лучше это делать вот отсюда. С кончика. Сейчас тут немножко недорезано. Но, тем не менее, вот пошло. Угу. Немножко многовато. Ну что. Вот этот вот виниловый слой мы начинаем отдирать. Для чего мы это сделаем, какие это будут эффекты, мы с вами сейчас увидим. Так вот, аккуратненько, аккуратненько. Ничего, что он ворсится. Совершенно не портит нашу зоню. Так вот. Вот. И у нас с вами получилась такая вот очень ровная белая рамочка внутри нашего паспорту. Но и это еще не все. Мы же не хотели здесь по целому сантиметру. Вот работаем. Закрыть. Поэтому нам надо часть этой рамки, вот этой вот беленькой, завернуть внутрь. Для этого мы сделаем надрез. Можно даже не один заворот сделать, а чтобы вот эта вот потолще часть была, можно и два сделать. Но я сделаю один, этого будет достаточно. Под 45 градусов надрезаем до половины. Здесь можно сделать тоже отметочки. То есть, как бы до половины. Но желательно, чтобы вот здесь линии никакой не было. Поэтому, вот я на глазок делаю, вот это на две части. Стараемся, чтобы линии у нас не было. Вот тоже можно померить. Тут точечки, но и они нежелательны. Потому что на лицевой части это все видно. Раз, раз. И делаем надрезы под 45 градусов. Вот, от этой средней точки до внутреннего угла. Раз. Раз. Стараемся работать с чистыми ручками. Вот у меня от паспарту они немножко уже загрязнились. И ими желательно не особо прикасаться вот к этой части. Сейчас мы переворачиваем на другую сторону. Вот у нас вот этот вот загибчик. И мы его загибаем по линейке. Вот таким образом, чтобы у нас ровный был сгиб. Раз. Видите, он прям ложится на эту часть. То же самое. Здесь. Ровненько, ровненько. Стараемся, чтобы все ровненько было. Можно использовать вторую линейку, чтобы ей вот так вот подогнуть. У нее нет. Сейчас под рукой к зашли. Так вот кладем прямо на эту линейку. Вот так вот фиксируем, чтобы тут краешек был ровный. Итак, вот мы отогнули все четыре стороны. Смотрим, что у нас получилось. Вот получилась ровная окантовка. Как бы даже получилось за счет того, что это чуть-чуть повыше, а это чуть-чуть пониже, как второе паспарту подложенное. А на самом деле это просто вот мы обрезали эту часть. И сейчас мы с вами поставим это вот в стекло. Итак, заключительная такая самая приятная часть, потому что сейчас мы увидим результаты своего труда. Это окончательная вставка в рамочку. Так, сначала ставим стекло. Вот. Потом вставляем в паспарту. Аккуратненько. Оно по размеру у нас стекло было вырезано, как вы помните. Поэтому все должно тут подойти идеально. И ставим нашу работку. Аккуратно. Смотрим. Нигде у нас там не съехало. И нигде ли у нас... Не надо побольше, поменьше. Посмотрим, чтобы у нас отступы такие, как нам надо были. И вроде все, все хорошо. Стороны стаканчика, может быть, немножечко. Чувствую, что-то на миллион метр побольше. И фиксируем все это дело малярным скотчем. Почему малярным скотчем? Почему не клеим? Потому что при желании, если мы захотим там переоформить, там или затонировать, или другую паспарту сделать, мы можем легко работку нашу открепить от этого паспарту. И что-то поменять. Прикреплять можно только сверху. Особенно большие работы. Я люблю прикреплять только сверху, потому что она под собственным весом, как бы отвисается и не коробится. Маленькую работку можно еще и снизу зафиксировать. И задник. Прикрепляем задник. Заднюю часть. Загибаем. И вот какая замечательная работа у нас получилась. Своими силами такое профессиональное оформление. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok